Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Самый гуманный суд. Мэра Одессы Труханова отпустили на поруки с драками и стрельбой под окнами. Добрый вечер в Украине. Одесский мэр будет ожидать вердикта на свободе. Соломинский райсуд Киева отпустил Геннадия Труханова на поруки нардепа Дмитрия Голубова. Чиновника задержали вчера. НАБО обвиняет его по статье присвоение имущества. Речь идет о покупке помещений завода Краян по завышенной цене. Общую сумму убытков в результате этой сделки оценили в 185 миллионов гривен. Решение суда вызвало нешуточные страсти. Дошло даже до стрельбы. Все подробности узнаем от Ольги Теребинской. Полиция, нацгвардейцы, журналисты и группа поддержки Геннадия Труханова в коридорах, на ступеньках и даже во дворе. Заседание по избранию меры пресечения одесскому мэру началось с банальной давки. Другой вход там заводит конвой. Спустя час суд начался. Прокуроры просят для Труханова два месяца под стражей или же залог 50 миллионов гривен. Его задержали по делу о покупке одесской мэрии здания завода Краян. Следователи утверждают, что стоимость помещения была завышена в десятки раз. По словам обвинения, находясь за границей, мэр Одессы скрывался от следствия. Прокурор также отметил, есть риск побега в случае выхода Труханова на свободу. Сайт Федеральної податковой службы Российской Федерації, который размещен за соответствующее посылание, указанном в сайте детективом медицинским, было найдено и вивчено, и раздруковано, и надано для суду, для того, чтобы была нагальна возможность их вычитывать документы, которые свидетельствуют о том, что у пана Геннадия Леонидовича может быть гражданство государства Российской Федерации. Поэтому мы считаем, что это достатный доказ того, что пан Труханов может владеть и другим гражданством. Это ему дать возможность уникнуть шляхом переховывания на территории других государств криминальной ответственности. Защита с требованиями прокуроров не согласна. Адвокат утверждает, что Труханов от следствия не скрывался, и как только узнал о подозрении, сразу же вернулся в Украину из командировки. В зале также присутствовали народные депутаты. Некоторые из них, в частности Дмитрий Голубов, сообщил, что готов взять Труханова на поруки. Об этом же заявил и нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик, о чем написал на своей странице в Фейсбуке. Сам же Геннадий Труханов все обвинения в свой адрес отрицает. Уверяет, убегать никуда не собирался. Поездки были рабочие, паспортов других стран у него нет, и он готов сотрудничать со следствием. Все документы, которые наработаны, если будут какие-то запросы, я с удовольствием передам. И вам передам, чтобы они изучили и посмотрели. По всем возможностям нарисованным мне там гражданство и все остальное. Я хочу сказать, чтобы не злоупотреблять внимание присутствующего, но я горжусь тем, что я украинец. После длительного пребывания в совещательной комнате судья зачитывает решение отпустить Труханова на поруки народного депутата от блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Когда я читал текст подозрения, ну это, знаете, похоже на какой-то фантастический такой детектив, которому так хотелось. Знают, не предупредили, запланировали украсть. Если бы был умысел совершения преступления, делали бы гораздо его спокойнее, не в спешке, подложившись каждой бумажкой. Абы у нас была недостатняя доказательная база, то мы бы навіть не вчиняли таку процессуальную деу, как оголошение про подозру. Поэтому я вам ответил на ваше питание, что мы больше не уверены в том, что доказательная база есть достатная. В то же время возле Соломинского суда произошли столкновения между националистическими организациями и полицией. Один правоохранитель получил пулевое ранение. Стрелка задержали на месте. Позже представители Красного Креста сообщили, что у здания суда пострадали еще трое. Двое с повреждением головы и девушка с травмой живота. В полицию доставили около 10 человек. У задержанных изъяли ножи и палки. Ольга Теребинская, Вадим Свердонов. Подробности телеканал Интер. И вот буквально перед началом нашего эфира в полиции уточнили цифры. Задержаны 38 человек. Это самые активные участники столкновения. У них изъяли два травматических пистолета, гранату, газовые баллончики и дымовые шашки. Уголовное производство открыто по статье «Насилие в отношении правоохранителя». Также стало известно, что суд отпустил и второго задержанного, это заместитель Труханова, Павел Вугельман. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман из группы Ведроджиня и Юрий Мирошниченко из фракции «Оппозиционный блок». Объединить все иски пенсионеров-силовиков и вынести единое решение по перерасчету пенсий. Такое решение принял Верховный суд. Но сегодня Нардеп Каплин заявил, что данное дело попало в суд с нарушениями. По его мнению, это может привести к затягиванию процесса. Тех, кто с неважением людей в погонах, защитников законной конституции, приедутся еще к судам. Мы проживаем, первое, быть присутствием на заседании судов, там, где вырешивается фактическая доля перерасчет пенсии. Другое, мы требуем, законно требуем, в частности, я как народный депутат, встречу с главой судов. Вдвое снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и увеличить пенсии военным пенсионерам. Об этом сегодня говорили с людьми оппозиционеры. Встречу провели в Светловодске Кировоградской области. Все подробности в материале. В Светловодске в центре города собрались местные жители. Пришли на встречу с депутатами от оппозиционного блока. Больше всего людей угнетает то, что им приходится не жить, а выживать. Зарплаты низкие, пенсии мизерные. Александра Мостовик говорит, 30 лет проработала на местном предприятии. Женщина не понимает, почему цены в магазинах привязывают к курсу доллара, а пенсии нет. У меня было 1280. То есть, когда 8 долларов было, то было 150 долларов. Я не прошу больше. Дайте мне так же, если вы приравняли к пенсии. 150 долларов пусть у меня будет сейчас в пенсии. Но, увы, мне вообще не добавили ни копейки. Пенсии и зарплат катастрофически не хватают. Тарифы на коммуналку улетели в космос. Цены на продукты зашкаливают, жалуются люди. Семья Людмилы Ткаченко треть всего бюджета тратит на оплату комуслух. У меня и внуки, и дети. Всех нужно помыть, обстирать. Даже в те же рамки субсидий, которые нам дают, мы никак не помещаемся, не вкладываемся. Лидер оппозиционеров Юрий Бойко выход из ситуации видит снижение тарифов вдвое. Сегодня тарифы надзвичайно большие. Люди не могут их сплачивать. И люди справедливо вимагают уменьшения коммунальных тарифов. Что такое подвищение тарифов? Это снова виток, снова стрибок сен, снова подвищение цен, снова подальше заблажение людей. И люди это понимают. Люди не читают, они понимают, они размышляют. И видят, как и антинародную политику в частине тарифов сегодня проводят Юрия. Это главное вопрос, которое турбует людей сегодня. Можливое подвищение тарифов. Снизить тарифы на коммуналку, объясняет Юрий Бойко, можно будет отказаться от субсидий. А деньги, которые на них выделяют, направить бывшим сотрудникам силовых структур. На всех субсидий не足ит. Если заложили в бюджет сегодняшний кілька субсидий, то уже понимали, что их не хватит, так же, как не хватило в прошлом году, когда 15 миллиардов гривен не хватило на субсидии. Наша фракция будет требовать уменьшения тарифов в два раза. Так же, как мы требовали при принятти бюджету в 2018 риге. Потому что, если уменьшить в два раза тарифы, то будет уменьшение, соответственно, необходимо субсидий на 28 миллиардов. Это извиняются деньги, которые можно направить к минимуму на выплату пенсии висковослужбовым пенсионерам. Оппозиционеры обеспокоены и ситуацией с бюджетниками. По словам народных депутатов, они часто слышат от чиновников, что зарплата учителей выросла. Вот только растут эти цифры лишь на бумаге. А на самом деле и медики, и преподаватели едва сводят концы с концами. Учитель, который заканчивает институт, он получает порядка чистыми, порядка до 3000 гривен. То есть это зарплата, которая никуда не годится. Поэтому такое общение с людьми добавляет, скажем так, прагматизма. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоградская область. Почти 380 тысяч человек в Украине не могут найти работу. Это данные госстата, и это полтора процента всего трудоспособного населения нашей страны. И цифры эти растут. Еще в прошлом месяце безработных было на 24 тысячи меньше. В основном без работы оказываются люди с высшим образованием. Сейчас на бирже труда открыто 59 тысяч вакансий. То есть на одно место претендует 6 человек. По собственному желанию, замминистра юстиции Гео Гитсадзе покинул свою должность. Распоряжение уже опубликовано на сайте правительства. Уроженец Грузии из окружения Михаила Саакашвили получил украинское гражданство в начале 2015 года, после чего его назначили первым замом министра юстиции. Гитсадзе координировал работу кадровой комиссии Министерства юстиции, а также комитета реформ. Беглый экс-президент Виктор Янукович помешал ввести военное положение в Крыму в 2014 году. Об этом на допросе в Абалонском райсуде столицы заявил бывший министр обороны Михаил Коваль. Он рассказал, что вывод войск должен был планироваться заранее, но Янукович попросту не вмешивался в ситуацию. С полуострова удалось вывести лишь незначительное количество военных, многие из них изменили присяги. Петр Порошенко презентовал проект мемориала Героев Небесной Сотни в рамках международного открытого архитектурного конкурса. 20 февраля жюри определит победителя и уже в июне будут объявлены окончательные результаты. Мемориальный комплекс – это надзвичайно важный минимум из того, что мы должны уважать их светлую память. Потому что новая европейская страна – это главный памятник Героям Небесной Сотни. Главное и самое большое, чего они ожидают на небесах от нас с вами. И от влады, и от людей. Тих, кто остался доработать их дело на земле. Один военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на Востоке. На Донецком направлении противник активизировался в районе Павлополя, Водянова и села Чермалык. Атаковали позиции ВСУ и возле Луганского. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Ну, видно дачи там, где сеппоры сидят. Там снайпер работает, сильные не маячки. Там снайперы бьют оттуда с дачи. Дачный поселок отделяет передовой рубеж украинских военных от позиций боевиков. Эти дома давно перестали быть мирными. Их периодически оборудуют под свои огневые точки вражеские снайперы. В охоте на наших пехотинцев им помогают боевики из соседней лесополосы. Сначала начали стрелкотня. Это всегда так начинается. То есть вот та позиция начинает провоцировать. Вот первая посадочка идет. И они оттуда начинают стрелять в нашу сторону. С чего? Обычно 12,7 максимум, что летит сюда. 7,62. А потом начинается что-то покрупнее. То есть БМП-2 выезжает, ЗУ-23 выезжает. А несколько дней назад эти позиции содрогались от разрывов. Юрий как раз заступал на пост. Едва успел заскочить в укрытие. Разрыв, вспышки, земля подлетает. Шуродят осколки. И во время обстрела он оставался на посту. Ведь не единожды под прикрытием такого огня боевики группами пытались подобраться ближе. Может ли это при обстреле? Ну бывало пару раз, что стреляли. Минок, мини и снаряды ствольной артиллерии. Шесть часов боевики били по позициям украинских военных. Судя по входу, огонь вели со стороны оккупированных Калинова, Ирмина и Стаханова. Обстрел начался неожиданно. Все вокруг вспыхнуло, рассказывает командир. За несколько минут до обстрела они закинули освещительную мину. То есть уже была темная пора. Воно начало так освещаться. Ну и начался серьезный обстрел. 120 и это, наверное, 152. Уже привыкшие к подлости врага бойцы и в этот раз реагировали оперативно. Никто не пострадал. Укрепление подлатали. А врагу не удалось даже выбить армейцев из обычного режима. Физическую форму поддерживают регулярно, когда тихо. Недавно модернизировали свой мини-спортзал на так называемом нуле крайней позиции. Сменили самодельную штангу на новую. Зарываешь бетоном, помашиваешь, доставляешь трубу. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдало из Луганской области. Подробности, телеканал Интер. Четыре морпеха погибли под Мариуполем. В Широкине двое военнослужащих расстреляли своих сослуживцев. Что стало причиной этой трагедии и сколько так называемых небоевых потерь понесла украинская армия за все время боевых действий. Трагедия произошла под Широкино. Двое морских пехотинцев расстреляли своих четверых сослуживцев. После совершения преступления убийцы постарались скрыть следы. Предварительной причиной трагедии в военной прокуратуре называют неуставные отношения. Впрочем, пока без какой-либо конкретики. Було обследовано место событий. Виявили также то, что те, кто убил наших воинов, пытались приховать свой злочин, спалить вещи, которые им принадлежали. Также были найдены вибуховые устройства, которые также сейчас проходят соответствующую экспертизу. И мы также обратимся к заслуживанию массовой информации и не выставить собственные версии этой надзвучайной событий, сколько тут есть очень глубокий моральный и этичный аспект. У всех есть родители. И поэтому все ожидают официальных результатов доследов. Виновники уже задержаны и дали признательные показания. По данному делу назначено 8 различных экспертиз. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Впрочем, в прокуратуре подчеркнули, в случае установления новых обстоятельств, квалификация может быть изменена. Также, по данным военной прокуратуры, с начала проведения АТО, уже свыше 10 тысяч военнослужащих погибли вследствие небоевых и так называемых санитарных потерь. Среди основных причин гибели – неуставные отношения, неосторожное обращение с оружием и взрывчаткой, нарушение техники безопасности и нарушение режима. Жестокое тройное убийство в Донецкой области раскрыто. Об этом сообщил первый замглавы национальной полиции Вячеслав Аброскин. Преступление произошло в городе Великая Новоселка 6 декабря минувшего года. Была убита семья из трех человек. Перед смертью их пытали. Задержаны трое бывших бойцов батальона «Донбасс». Об этом рассказал Аброскин. По его словам, подозреваемые унесли из дома жертв 40 тысяч гривен. В немецком Мюнхене завершается приготовление конференции по вопросам безопасности, которая стартует завтра. Среди гостей президент Украины Петр Порошенко. Одна из главных тем – это ситуация на Донбассе. В Бундесфере уже заявили, что рассчитывают на участие немецких военных в составе миротворческой миссии на востоке Украины. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Мюнхенский отель «Баварский двор» в оцеплении полиции. Гостиницу, традиционное место проведения конференции по вопросам безопасности и соседние кварталы охраняют 4 тысячи полицейских. Мюнхенская конференция с каждым годом становится все более представительной. В этом году в столице Баварии ждут полтысячи гостей. Среди них президенты, премьеры, министры иностранных дел, руководители ООН, ЕС и НАТО. Организаторы встречи такую авторитетность конференции объясняют так – мир становится все более небезопасным. Тем много от стабильности Евросоюза после выхода в Великобритании и новой политики США под руководством Дональда Трампа до войны в Сирии и как следствие миграционного кризиса. Такое впечатление, что мировой порядок разваливается и сложно что-либо этому противопоставить. Поэтому я повторю то, что уже говорил в прошлом году. Я не помню более потенциально опасной фазы, чем сейчас. Обсудят в Мюнхене ситуацию на востоке Украины, а именно план бывшего генсека НАТО Андерса Фуграсмусена. Он предлагает отправить на Донбасс 20 тысяч миротморцев из стран, которые не входят в НАТО, например, из Белоруссии и Бразилии. Возглавить же миссию Расмусен предлагает Швеции. Ну и, конечно, поговорят на конференции о выполнении минских договоренностей. На полях запланирована встреча министров иностранных дел нормандской четверки. Главные дипломаты Германии, Украины, Франции и России проведут переговоры завтра поздно вечером. И это будет первая встреча квартета после долгой паузы. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Анджей Дуда, как и обещал, отправил скандальный закон об Институте национальной памяти на рассмотрение в Конституционный суд. Президент Польши подписал спорный документ на минувшей неделе. Он предусматривает, среди прочего, наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Дуда настаивает, что положения этого закона не должны вызывать никаких сомнений. Документ критиковали Украина, я напомню, Израиль, США и несколько стран Европейского Союза. И снова массовое убийство в американской школе. Во Флориде бывший ученик открыл беспорядочный огонь. 17 человек погибли, но количество жертв может увеличиться. Об американской трагедии, так похожей на все предыдущие, подробнее Дмитрия Нопченко. Сценарий до боли похож на тот, что страна уже видела раньше. Городок Паркленд, неподалеку от Майами, населенный пункт, который недавно признали самым безопасным в штате. За 10 минут до конца занятий бывший студент с винтовкой в руках врывается в здание школы. Дети забаррикадировали классы и попрятались под партами. Он действовал не под влиянием эмоций. Продумал все заранее, все до мелочей. Включил сигнал пожарной тревоги, чтобы ученики вышли в коридор и он смог стрелять по толпе. А сам запасся противогазом и дымовыми гранатами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крузо задержала полиция. На этих кадрах, снятых ABC, видно, что он не оказывает сопротивления. Он сейчас в тюрьме. Мы начали изучать сайты и его страницы в соцсетях. И некоторые вещи, которые бросаются в глаза, очень обеспокоили. А беспокоили, это еще мягко сказано. У преступника было два профиля в Инстаграм, где на каждой фотографии оружие. В том числе и та самая винтовка, с которой он потом придет в школу. Лицо в большинстве случаев закрыто. Есть и отвратительные фото, которые человек в здравом уме не вывесил бы. Как такое могло случиться в этом округе? Мы пришли к выводу, что это чистое зло, дьявольское проявление. И этот штат не смирится с насилием. Полиция пока не подтвердила аутентичность вот этой записи. Но, по словам местных журналистов, ее мог оставить на форуме сам убийца. Незадолго до преступления, открыто предупредив, мол, готовит расстрел. Но внимание на это обратились слишком поздно. Только сейчас, когда трагедия уже произошла. По официальной статистике, в Америке за последние пять лет 291 раз была стрельба в школах. Если разделить, то цифра выходит страшной. Получается, практически каждую неделю. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Столкновение возле Львовского горсовета. У ратуши собрались радикально настроенные активисты. Они пытались прорваться на сессию, но представители муниципальной варты их не пустили. В результате стычки повреждена парадная дверь. В мэрию ее едва не сорвали с петель. Активисты пустили в ход дымовые шашки. Так они требовали вывесить на всех админзданиях красно-черные флаги. Депутаты это требование не поддержали, но обязали обслуживающий персонал города общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Переходить на другой любой язык можно, но только по просьбе клиента. За нарушение грозит штраф 170 гривен. Долой коррумпированных судей. С таким требованием у стен апелляционного хозяйственного суда активисты общественной организации «Национальное сопротивление» провели акцию протеста. На следующей неделе здесь рассмотрят дело в отношении предприятия по переработке сои «Каховка протеин Агра», которые недавно пытались захватить неизвестные. Этим событием предшествовало действие следователя ГПУ Александра Буковчаника, который, не имея судебных решений, вынес постановление и передал завод под охрану третьим лицам. После чего на предприятие проникли более 30 неизвестных в балаклавах с палками в руках. Они больше недели пытались блокировать завод, а после попытки охранников уладить этот конфликт устроили побоище с применением оружия. Активисты утверждают, что судьи могут быть заангажированы. С плакатами, лозунгами, напечатанными деньгами и требованием служить закону активисты собрались под стенами хозяйственного апелляционного суда Киева. Акцию протеста провели в преддверии судебного заседания по предприятию «Каховка протеин Агра». На фоне недавних событий по попытке захвата предприятия присутствующие сомневаются в незаангажированности судей. Активисты подчеркивают, следователь ГПУ Александр Буковчаник своими действиями показал заинтересованность в деле. Теперь судья может действовать в интересах людей, которые пытаются незаконными способами отобрать предприятие у собственника. Впрочем, как утверждают активисты, судья хозяйственного апелляционного суда Киева Юрий Власов, который будет вести заседание, несколько раз пятнал себя в коррупционных скандалах. Более того, он на постоянном контроле НАБУ. Его имущество несоизмеримо с задекларированными доходами, откуда состояние объяснить не смог. А вот техническим исполнителем захвата фабрики активисты называют адвоката Андрея Богдана. По информации журналистов-расследователей, в 2013-2014 годах юрист был доверенным лицом Николая Азарова. Источники в правительстве беглого премьера называли Богдана личным ассистентом Азарова, которому глава Кабмина доверял особо важные дела. В том числе Богдан неоднократно звонил судьям различных судов с требованиями решать судьбу недвижимого имущества в интересах экс-премьера. Активисты не исключают, что таким образом адвокат мог договориться и со следователем ГПУ Александром Буковчаником, который без единого судебного решения самостоятельно определил, что охранять предприятие должно третье лицо. Интересно, на основании каких документов он принимал такое решение и почему он определил, что именно вот это другое предприятие является собственником. Печерский суд никоим образом не решал, кому передавать этот объект на ответственное хранение, кто является собственником этого объекта. Александр Буковчаник родом из прокурорской династии, родной племянник экс-прокурора Киева Евгения Блаживского. В 2009 году засветился в деле иностранцев, насилующих украинских девушек, которых крышевала столичная прокуратура. После скандала с соевым заводом следователь ушел в двухнедельный отпуск и так и не вышел на работу. Мы не ставим точку и намерены разобраться в этой непростой ситуации. В свою очередь активисты заявляют намерены внимательно следить за ходом судебного процесса. А чтобы судьи продолжали служить закону и не пошли на коррупционные сделки, общественники продолжат свои акции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Коммунальное ЧП в Харькове. Под старым коллектором провалилась земля и уже две недели люди живут буквально на краю пропасти. А коммунальщики все это время гадают, что делать. Все подробности знает Светлана Шекера. Александра живет в доме по улице Грековская. Говорит, две недели назад собственными глазами видела, как возле ее дома начала проваливаться земля. Первый раз оно ночью произошло, такой обвал еще видно, такой небольшой был. А второй где-то в районе полседьмого утра. Вот такой грохот, я открыла, искры сыпятся и туман. В 10-метровую пропасть провалились дерево, часть забора и половина старого дома. Коммунальщики во всем винят коллектор. Он проходит на 20-метровой глубине. Конструкция разрушилась, вода подмыла грунт. Местные жители рассказывают, за две недели ничего не изменилось. А котлован расширился еще на полметра. Страшно, конечно. Вы же видели, что дом трещит. И вообще страшно, если оно подвигается дальше. Вице-мэр, проезжая мимо, из окна своего внедорожника объясняет. Люди просто не замечают того, что сделано. Показывает два насоса, они перекачивают стоки в обход аварийного колодца. Я не понимаю, как можно так оценивать, ничего не делали. Посмотрите, сколько работы сделано. И самое главное, посмотрите, люди там сидят и работают, и контролируют этот процесс. В администрации Харьковводоканала еще не решили, что делать дальше. Коллектор построили 40 лет назад. Тогда его проектировали без специальной защиты. Поэтому коррозия разъела железобетон. Теперь, скорее всего, придется строить новую ветку. Для ликвидации этой аварийной ситуации необходимы специальные методы. И организации, которые владеют горными работами. В данном случае нами привлечена проектная организация. И идет уже с ней работа по изготовлению проектной документации. Вчера возле котлована впервые появилась техника. Сегодня бульдозеры уже разъехались, но часть ямы остается не засыпанной. И отсюда хорошо видно, насколько глубоко провалилась земля. Когда возьмутся за восстановление коллекторов, водоканали не знают. Люди же из соседних домов боятся за свое жилье. Из-за смещения грунта на стенах появились трещины. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. В Украине стартует реформа рынка автобусных перевозок. Предпочтение теперь отдадут экологически безопасным машинам, которые приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Министерство инфраструктуры меняет так называемую бальную систему. Если раньше перевозчика оценивали по количеству сотрудников и автобусов, то теперь прежде всего будут обращать внимание на качество услуг. Тернопольская область, которую вы не знаете. Регион представили в новом свете на презентации в Киеве. Гостями, среди которых были известные политики, художники, писатели, показали инвестиционные перспективы этого региона. Речь идет о туристическом, культурном и экономическом направлениях. Кстати, археологи недавно заявили, что на самом деле Тернополю на несколько веков больше, чем считали ранее. Я, прежде всего, хочу приветствовать всех вас с сегодняшним святом. Побожать, что подумки каждый в день встретения налаштованы на позитивные思ы, на позитивную перспективу и на позитивные решения. Тут зібраний цвет украинской нации. Благословенная Тернополя, Галичина, Поділля. Это край золотых гнив, край памятников культуры, архитектуры, памятников нашей исторической дни, в частности, и трипильской культуры. Край замков и фортец. Янтарные битвы. Жители одного из сел Ривненской области атаковали правоохранителей. Бросали в них камни, били палками. В результате пострадали трое полицейских. Все подробности выяснили мои коллеги. Работники лесхоза прибыли в урочище неподалеку от села Осова под охраной полиции. Пригнали спецтехнику. С ее помощью хотели заровнять ямы и траншеи, которые вырыли копатели для незаконной добычи янтаря. Но местные жители стали стеной. Началась драка. В результате было заподяяно телесные ушкоджения для трех работников полиции. Инши, деякие, представители полиции отримали незначные телесные ушкоджения и до лечебных закладов не обратились. Семерых самых активных полиция задержала. Но под арест взяли только троих. Уголовное производство начали сразу по нескольким статьям. Это массовые беспорядки. Заподяяно телесные ушкоджениями полиции. 342 оператором полиции. 343 это вручение в работу полиции. Под час выполнения необычных областей. Противостоять нелегальным копателям местная полиция фактически не может. Самая тяжелая ситуация в урочище Гальбин Сарнинского района. Здесь работают около 200 мотопомп. Депутаты просят возобновить работу оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей янтаря. И вернуть в область бойцов нацгвардии. Сегодня облсовет собрался на неочередное заседание. И принял обращение к руководству страны и силовикам. Обращение депутатов Ленинской областной рады по президенту, кабинету министров, генеральной прокуратуры, службы безопасности, Министерства внутренних справ, что в жизни на их короткие сроки соответствующих заходов реагирования в борьбе с налогальным выдастом в Ленинской области. И пропозиция за основу их целого права. Обращение депутаты поддержали. Теперь ждут ответа из Киева. Ведь ситуация накаляется буквально с каждым днем. Алексей Пшимыский, Мария Андрейчук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Римнинская область. Пример-министр Израиля может отправиться под суд. Во всяком случае, так считает израильская полиция. Сегодня она публиковала свои рекомендации. В чем обвиняют Бенемина Нетаньяху, знает Сергей Ауслендер. В Израиле сейчас это новость номер один, затмившая собой даже военное столкновение с Сирией. Речь идет о так называемом деле тысячи, или деле о дорогих подарках. Как выяснили следователи, на протяжении многих лет, уже будучи премьером, Нетаньяху получал от друзей бизнесменов подарки. Элитные сорта виски и сигар, это для него, а также очень дорогие сорта шампанского, это для его жены. Фигурируют даже украшения и необычайно дорогая пепельница для сигар. Все это по израильским законам считается взяткой. Любой израильский чиновник, независимо от должности, не имеет права принимать подарки от человека, у которого есть бизнес-интересы по его ведомству. Один из дарителей, известный голливудский продюсер Арнон Мильчин, еврейского происхождения. Он, в частности, финансировал картину мистера и миссис Смит, которая собрала в прокате около полумиллиарда долларов. Перед тем, как он собрался переехать в Израиль, Кнессет утвердил закон о налоговых льготах для репатриантов. Его лоббированием занимался лично премьер-министр. Так вот, этот закон, который впоследствии назвали «закон Мильчина», позволил продюсеру сэкономить на уплате налогов очень приличную сумму. Кроме того, против Нитаньягу расследуют еще и дело 2000. Премьер якобы договорился с владельцем крупной газеты, что тот снизит критику в адрес премьера, а глава правительства поспособствует экономическим интересам издания. Это уже называется обман общественного доверия и тоже считается для должностного лица серьезным преступлением. Сам Нитаньягу все обвинения категорически отрицает. Во время моего пребывания на посту премьер-министра на меня оказывается сильнейшее давление. Проводится множество расследований против меня с целью свергнуть правительство. Все началось с громких заголовков и прямых трансляций, но все эти попытки без исключения закончатся ничем. Получение взятки – преступление серьезное, до 10 лет лишения свободы. Впрочем, израильская эфемида никогда так строго не судила взяточников. Бывший премьер Ольмерт ровно по тем же статьям, которые сейчас меняют Нитаньягу, отсидел меньше двух лет. Но все эти обвинения пока лишь полицейские рекомендации. Это вовсе не значит, что завтра Нитаньягу окажется на скамье подсудимым. Теперь, когда полиция вынесла эти рекомендации, дело переходит в прокуратуру. Специальная группа в прокуратуре посмотрит на это дело. И если она сочтет, что действительно дело дозрело для передачи в суд, это дело будет смотреться генеральным прокурором, если он тоже решит, что это дело созрело для передачи в суд, это дело пойдет к юридическому советнику правительства. Оттуда, если он скажет, что дело созрело для передачи в суд, оно вернется назад в прокуратуру. В любом случае вопрос, что называется, решается, действительно ли премьер пойдет под суд. Но если это случится, он будет вынужден уйти в отставку, и страну ждут досрочные выборы. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Грандиозный скандал вокруг Оксфам уже ударил по бюджету благотворительной организации. От пожертвований отказываются и звезды, и рядовые доноры. Выживет ли этот проект, выясняла Светлана Чернецкая, она сейчас в Лондоне. Секс-скандал уже больно ударил по карману организации. За несколько дней более тысячи человек отменили свои ежемесячные пожертвования Оксфэму. Обычно в Великобритании желающие помочь нуждающимся устанавливают прямые платежи с карточки. И ежемесячно на счет благотворительной организации автоматически перечисляется определенная сумма денег. Ее размер устанавливает сам благотворитель. Обычно это не колоссальные деньги, но регулярные. Отмена платежей последовала после масштабных разоблачений ужасающего поведения сотрудников Оксфэм. Они предлагали гуманитарную помощь в обмен на секс, или же устраивали вечеринки с участием несовершеннолетних проституток. Сексуальная эксплуатация уязвимых людей и беззащитных детей никогда не бывает приемлемой. Но когда она совершается людьми, находящимися у власти, людьми, которым мы доверяем и которые должны помогать и защищать, это отвратительно. И это заставляет нас принять меры. В правительстве тоже серьезно думают над тем, чтобы прекратить финансирование Оксфэма. Это 34 миллиона фунтов в год. Но не хотят торопиться с решением. Все-таки эти деньги предназначены нуждающимся людям по всему миру. Так что пока министерство поручило провести полное расследование всех обвинений. Не дождаясь развязки скандала, от сотрудничества с организацией уже отказалась оскароносная актриса Минни Драйвер. Она помогала Оксфэм почти 20 лет и деньгами, и пиаром, но разочаровалась в организации, когда узнала, что руководство покрывало сотрудников и не реагировало на жалобы. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Завтра в пятницу в этой студии итоги недели подведет мой коллега Алексей Лихман. Я с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok